МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Испытали на себе. Депутаты, чиновники, представители бизнеса, общество попробовали сдать единый государственный экзамен. Развенчанные мифы. В день работника культуры национальное телевидение побывало в гостях у артистов балета. Что же будет с Родиной и с нами? Международную политическую обстановку студента Чувашского педагогического университета обсудили с сенатором Совета Федерации Константином Косачевым. Что ждет нашу страну и мир в будущем? Как и когда разрешится конфликт на Украине? Тема, которая сейчас у всех на устах студента Чувашского педагогического университета, сегодня обсудили с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам с сенатором Чуваши Константином Косачевым. Еще три дня назад Константин Косачев отвечал на вопросы Владимира Познера. А сегодня о международной политической обстановке новых вызовах, с которыми столкнулась Россия, он говорил со студентами ЧГПУ. В 90-м году в США была принята очередная версия доктрины или стратегии национальной безопасности. Это основополагающий документ, который описывает амбиции американские, их видение того, как должен развиваться мир. И вот тогда, в 90-м году, американцы впервые официально в этом документе написали, что целью их политики должно быть недопущение появления в мире еще одного государства-лидера. Говорили о Крыме, о том, почему на Украине стал возможен такой сценарий развития событий и об идеологической роли России в новом мире. А еще о Чуваше и перспективах ее развития в непростые с политической и экономической точки зрения времена. Подробнее о встрече смотрите в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Врачи, которые подались осваивать сельскую местность, могут рассчитывать на помощь государства. В 2015 году программа «Земский доктор» будет продолжена и даже расширена. За один только 2014 год на работу в сельские медицинские учреждения отправились 53 молодых врача. Все они получили единовременную выплату в размере 1 миллион рублей на приобретение жилья. До недавнего времени возраст специалистов не должен был превышать 35 лет. Сейчас Кабинет министров Чувашской республики принял решение увеличить возраст медицинских работников, участвующих в программе до 45 лет. В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями стартовала акция «Вспомним всех поименно» в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». Что подготовили воспитанники и их родители, узнала и наша съемочная группа. Родим Кожевников практически не помнит своего прадеда Николая. Но знает одно – тот был настоящим героем. Сколько бы лет не прошло с Великой Победы, интерес к той войне, к ее славной истории не угасает. Хотел узнать больше о своем прадедушке, как он воевал на войне, сколько он получил наград и медалей. Я горжусь своим прадедушкой, потому что он очень великий человек для меня и за славу получил эту награду. Акцию подготовили к 70-летию Великой Победы. В ней принимают участие все воспитанники, родители и сотрудники центра. Уже собрано большое количество материала про участников Великой Отечественной. В течение всего года ребята будут рассказывать про своих родных героев. Итогом акции станет открытие выставки с военными фотографиями, медалями и презентациями. Дети с отличным энтузиазмом взялись. Они играют в сценах, играют в инсценированных таких постановках. А материал собирают поисковый всей семьей. В течение всего года будем знакомить ребят с историей нашей Родины. Это очень важно. В период, когда идет фальсификация истории Великой Отечественной войны, мы должны все-таки правду рассказать нашим деткам. В этом году традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет по новому сценарию. Все желающие с портретами своих родных, участников Великой Отечественной, завершат парад на Красной площади 9 мая. Эти ребята в силу своего здоровья не смогут присоединиться к шествию. Но ведь у памяти нет ни временных, ни территориальных границ. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Почувствовать себя в шкуре старшеклассников смогли депутаты, чиновники, представители бизнес-сообщества и вообще все желающие. В рамках акции «Литература на отлично» чебоксарцам представилась возможность написать пробный ЕГЭ по литературе. О шпаргалках и настроениях перед экзаменом узнавала наша съемочная группа. В аудиториях видеокамеры, на входах металлоискатели. Все по-настоящему. Телефон в аудиторию не смогли пронести даже журналисты. Но желающие сдать ЕГЭ по литературе не жаловались, они рассчитывают только на себя и в знаниях, полученных еще в советское время, судя по всему, не сомневаются. Отец четырех детей. Мне самому интересно пройти этот тест. Об этом очень много говорят, о ЕГЭ. В мою бытность этого не было. И поэтому мне очень любопытно, насколько сейчас какие дают знания и то, что было у нас. Потому что у меня уже почти 33 года назад я закончил школу. Несмотря на то, что за партой большинство участников экзамена не садились много лет, корпеть всю ночь над учебниками и писать шпаргалки не стали. Как шутят, перед смертью не надышишься. То же самое, что за короткий промежуток времени невозможно повторить все, что забыто. Я думаю, что все, что есть, это со мной. Волнуюсь, потому что надо ко всем экзаменам готовиться тщательно. И мы привыкли всегда тщательно готовиться ко всем экзаменам. Но сейчас мы вот так пришли попробовать свои силы. Помним, чему нас учили, какие сейчас подходы. Пока сам не попробовал, трудно о чем-либо говорить. А детям сейчас приходится очень много учиться. И какие трудности, их трудности, вот мы сейчас испытаем на себе. Чувашия стала третьим субъектом страны после Москвы и Хантамансийского автономного округа, где прошла акция «Литература на отлично». Но то, чтобы вспомнить художественные приемы, фамилии героев, произведения, жанры литературы, написать сочинение участникам отвели несколько часов. Запрещается пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые установлены в тексте кин. Перемещаться по пункту проведения экзамена во время экзамена без сопровождения организатора. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. Цель акции, конечно, не уличить взрослых, состоявшихся у людей в незнании русской литературы. Задача стояла совсем другая. Обратите их внимание на плюсы и минусы такого способа проверки знаний выпускников. Сегодня у нас среди участников, в которых набралось около четырех десятков, есть, как вы правильно отметили, не только представители администрации, это депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов, депутаты госсовета. Кроме того, это представители родительской общественности, кроме того, это общественные деятели, блогеры. Нам кажется, что вот именно в таком формате мы имеем возможность показать абсолютно всем заинтересованным сам формат ЕГЭ. Результаты экзаменов обработают, и тогда станет понятно, оправдает ли акция литературы на «отлично» свое название. Однако узнают об этом только организаторы и сами участники. Результаты экзаменов, информация конфиденциальная и в открытом доступе не появится. Ольга Бырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. У детской книги «Недетские проблемы». В Чувашской Республиканской детско-юношеской библиотеке состоялась литературная дискуссия. Тема «Детская книга» — это воспитание или развлечение. Высказать свою точку зрения пришли школьники, родители, учителя и, конечно же, детские писатели Чувашей. На встрече побывал и наш корреспондент Екатерина Абрамова. По исследованиям социологов, среднестатистический россиянин в день уделяет книге всего 9 минут. А ведь Советский Союз входил в число самых читающих стран мира. Президент нашей страны отметил такую особенность, что, к сожалению, россияне стали очень мало читать. И, конечно, встает проблема. В чем же это выражается? Или литература неинтересная, или дети перестали читать, или есть какие-то другие реалии, о которых мы, может быть, не знаем. Специалисты считают, что негативно на чтении отразились развивающиеся с огромной скоростью различные медиа и интернет. Однако духовные ценности, которым так богаты книги, не заменят никакие технологии. Порой даже родители не готовы вложить в детское сознание набор нравственных критериев. Конечно, воспитание, конечно, развлечение. Но, в первую очередь, это обучение. Обучение самих родителей правильно выбирать книгу и правильно поставить вопрос, как читать, что делать. Что читать и когда читать. Вот если в семье с появлением же ребенка вместе с игрушками появляются маленькие книжки, и маленький человечек видит их своими маленькими глазками и входит в мир книги уже осознанно и неосознанно, то вот здесь и зарождается любовь к чтению. Детская литература и воспитывает, и в то же время заинтересовывает детей своими развлечениями, так скажем так, картинками, иллюстрациями. Я думаю, прежде всего ребенка привлекают к детской литературе это картинки, а затем уже текст и далее только содержание текста воспитывает ребенка. Читающие дети, по словам самих же учителей, отличаются большей любознательностью и нестандартным мышлением, а беседы с ними проходят намного интереснее. Так что на первый план все же выходит воспитание, а потом развлечение. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Есть некоторые профессии в культурной сфере, о которых обывателю известно мало. Одной из них является балет. Приоткрыть завесу в этот мир решила наша творческая группа. Прямо за кулисы Чувашского государственного театра оперы и балета отправилась Юлия Важенина. В балете царит постоянная вражда. Нередко в панты подсыпаются стекла, рвут балетные пачки и всячески пакостят. Так ли это? В преддверии дня работнику культуры национальной телевидении Чувашии решила развеять все мифы о балете. Знаменитое Лебединое озеро, прославленные имена артистов балета, новые звезды. Большинство почитателей этого вида искусства знает и помнит Плесецкую, Семенову, Волочкову и Цискоридзе. Интерес к этому виду искусства подхлестнул не так давно вышедший фильм «Черный лебедь». В нем, как и в жизни, немало мифов и, пожалуй, самый популярный – это жесткая диета, на которой сидит практически каждая балерина. Ходят слухи все, что все девушки в балете сидят на очень жесткой диете и даже некоторые страдают анорексией. Правда ли это? Очень редко такое встречается сейчас. Понятное дело, я ограничиваю себя. Излишне сладкое, излишне муручное не ем. Но так особо нет. Этой точке зрения придерживается и художественный руководитель балета. Это миф о том, что балерины не едят. Балерины едят много, поскольку они и теряют очень много. И можно за спектакль потерять до килограмма-полутора веса в зависимости от того, какой по сложности был спектакль. Естественно, кушать хочется. И очень многие импрессарию распространенные средних заблуждения, что если вы едете на гастроли, то вам особо, наверное, кормить вас не надо. Я говорю, нет, нас кормить надо. И надо кормить не как обычных людей, а больше. Потому что едят балерины, как все. В балет приходят в детском возрасте, поэтому еще один миф – жесткий диктат родителей. Ведь в 10 лет ребенок не может сделать осознанный выбор. Однако время показывает, что никто из артистов о своем выборе не жалеет. У меня было счастливое детство. Ну, уходит детство, потому что не в ту сторону ходит. Уже с детства начинаешь работать. Ты не можешь гулять там, куда хочешь ходить, отдыхать. Это хорошо, я думаю. Это вырабатывает сила воли уже с детства у детей. Красота и грация требуют многочасовых, ежедневных тренировок до 27-го пота и полного изнеможения. Ведь хочется стать лучшим в любимом деле. Такие, по сути, обычные человеческие качества, как зависть, склонность к сплетням и интригам, по слухам в балете особенно ярко выражены. Как оказалось, это тоже миф. У нас в театре нет такого. У нас очень хороший дружный коллектив. Стекла и всего остального у нас нет. Все дружно живут, друг другу помогают в тяжелых случаях, когда травма, что-то еще. Нам помогают, нам мази дают, нам бинты сейчас берем. Ну, помогают по всем. Атласные туфельки-пуанты – важнейший рабочий инструмент балерины. За один спектакль солистка иногда меняет их по три раза. Так, например, звезда дореволюционного Мариинского театра Ольга Списивцева на репетициях и выступлениях станцовывала за сезон по две тысячи пар. Эти внешне безобидные туфельки обыватели тоже считают настоящим пыточным инструментом. Так ли это? Обувь, которая была раньше, она действительно очень портила ноги, ногти и пальцы. А обувь, которая сейчас производится, она не так портит ноги. Раньше делали из гипса, а сейчас из пластика делается. И она сама по себе мягче внутри обувь и удобней. Так что все мифы развенчаны. И если балет – ваш любимый вид искусства, то в очередной раз прикоснуться к прекрасному вы сможете, побывав на 19-м международном балетном фестивале. Он пройдет в столице Чувашии с 22 по 26 апреля. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Фитнес-аэробика в последнее время приобретает все больше популярность. Глава Чувашии встретился со спортсменами. В эти дни девушки усиленно готовятся к престижным соревнованиям. В Дом правительства они пришли сразу после тренировок, что называется, при полном параде. Эти девчонки подают большие надежды, отмечает их руководитель Оксана Вербина. Несмотря на юный возраст, спортсменки уже одерживали победы на городских и даже республиканских соревнованиях. Именно они в прошлом году принимали участие в массовых зарядках со звездой и других масштабных проектах. Глава региона поблагодарил ребят за упорство и пожелал им двигаться только вперед. Заниматься этим видом спорта действительно непросто. Во время тренировок девушки преодолевают по несколько километров на беговых дорожках. Но такие нагрузки приносят свои плоды. На чемпионате Приволжского федерального округа они завоевали первое место. Впереди отбор на российское и мировое первенство. У нас ближайший старт, это получается май, чемпионат Европы и сентябрь-октябрь чемпионат мира. Наша цель все-таки быть первыми на мире. Это очень важно. К чему мы работаем? К тому, чтобы заявить и о спорте, и о Чувашской республике, и о том, чтобы наше поколение дальше росло и стремилось к чему-то, к тому, чтобы быть лучшими. И дальше, когда человек занимается спортом, он и учится хорошо, и тренируется, и все успевает. Да, детки? Да. Студентам вузов тоже некогда передохнуть, они с головой погружены в студенческую весну. Творческую волну подхватил и Чувашский педагогический университет. О путешествии в Египет подробнее в следующем сюжете. Что ж, это открытие студенческой весны 2015. Запускаем волну! Студенты историко-филологического факультета уже три года назад выбрали себе героев. Путешественники Гензель и Гретель каждый год отправляются в разные страны. На этот раз это Египет. По заказу они должны найти противника, ведьму, и обезвредить ее. Задачи справились быстро и успешно. Мы сегодня протанцевали в хореографических номерах. Особенно мне понравился танец мумий, который мы протанцевали, и танец египтянок. Это они самые мощные, красивые, даже по костюмам. Это до такой степени кайф, адреналин ты от этого вообще конкурса получаешь. Выступление команды украсили массовые танцы с яркими костюмами. Студвесна историков и филологов обеспечила всем хорошее настроение. В зале не утихал смех и аплодисменты. Ну а дальше эстафету принимает факультет естественно-научного образования. На галоконцерте 22 апреля на сцене Дворца культуры имени Ухсая выступит лучший из лучших. Анастасия Лангина, Николай Яковлев, Республика. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня вечерней выпуски программы Республика в 20.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова